Дела Владимир солнце пировал, меньшую дочь он выдавал за князя храброго Руслана и мед из тяжкого стакана за их здоровье выпивал. Нескоро ели предки наши, нескоро двигались кругом ковши и серебряные чаши с кипящим пивом и вином. Они веселье в сердце лили, шипела пена по краям, их важно чашники носили и низко кланялись гостям. Слились о речи в шум невнятный, жужжит гостей веселый круг, но вдруг раздался глаз приятный и звонких гусли беглый звук. Все смолкли, слушают баяна и славит сладостный певец, Людмила прелесть и Руслана, и Лелем свитый им венец. Вот кончен пир, стоют рядами, смешались с шумными толпами и все глядят на молодых. Невеста очи опустила, как будто сердцем приуныла, и светел радостный жених. Но тень объемнет всю природу, уж близко к полночи глухой. Бояре, задремав от меду, с поклоном убрались домой. Жених в восторге, в упоенье ласкает он в оброженье стыдливой девы красоту. Но с тайным грустным умиленьем великий князь благословенье дарует юную чету. И вот невесту молодую ведут на брачную постель. Огни погасли, и ночную лампаду зажигает Лель. Вдруг гром грянул, свет блеснул в тумане. Лампада гастет, дым бежит, кругом все смеклось, все дрожит. И замерла душа в Руслане. Все смолкло. В грозной тишине раздался дважды голос странный. И кто-то в дымной глубине взвелся чернее мглы туманной. И снова терем пуст и тих. Встает испуганный жених. С лица катится пот остылый. Трепеща хладной рукой, он вопрошает мрак немой. О, горе, нет подруги милой. Хватает воздух, он пустой. Людмилы нет, в отеле густой, похищенной безвестной силой.